Дамы и господа, еще раз приветствую. Значит, о чем мы сегодня поговорим? О том, как взаимодействуют текущие владельцы КИП с нашими налоговыми органами сейчас и, собственно, какие изменения нас будут ожидать в этом году, окончании этого года, то есть в следующем налоговом периоде. Для начала поговорим, значит, еще раз в обязанностях. Напомню, что у каждого владельца КИК есть обязанность декларировать, подать уведомления о том, что он является владельцем этой иностранной компании, а также ежегодно подавать уведомления о КИК – это такое некое подтверждение того, что физическое лицо продолжает владеть этой иностранной компанией. Более того, если какие-то поступают запросы от налоговых органов, то есть обязанность также предоставлять соответствующие документы. На практике в основном налоговые органы запрашивают финансовую отчетность, в каких-то редких случаях могут запрашивать выписки по счетам, либо какие-то конкретные уже платежные документы, но это редкость. Напомню, что штрафы текущие, о которых мы говорим, за неподачу уведомлений о участии в иностранной компании 50 тысяч рублей и 100 тысяч за неподачу уведомлений о контролируемой иностранной компании. Также российские налоговые органы очень интересуются прибылью этой самой контролируемой иностранной компании, потому что по предыдущей верхней законодательства, которая, собственно, продолжает действовать сейчас, все, что если КИК заработал даже нераспределенной прибыли выше 10 миллионов рублей, то это подпадает от налогообложения в России, даже если физическое лицо не распределяло дивиденды. То есть такой, получается, фиксированный налог, даже если не было никакого распределения в инвесарах. При этом стоит обратить внимание, что в 2020 году я лично, как человек, который очень много взаимодействует конкретно с налоговыми инспекторами, с налоговыми органами, замечаю определенные тенденции. Во-первых, очень большое количество писем приходит владельцам контролируемых иностранных компаний абсолютно на разные темы. некоторые из них, ну, такое ощущение, что рассылаются даже в массовом порядке, где просто подставляется ИНН налогоплательщика и название компании с просьбой предоставить различные его рода пояснения, комментарии, запросы на финансовую отчетность и так далее. Во-вторых, я бы отметил, что у них, у налоговых органов есть определенная тоже внутренняя система CRM, которая производит внутренний контроль, чек определенных моментов. К примеру, если вы задекларировали компанию вашу иностранную, то не подав, предположим, уведомления о контролируемой иностранной компании через пару лет, у них появляется некая галочка в внутренней системе, и практически в автоматическом режиме вам приходит письмо, что вы не предоставили соответствующие документы. Причем зачастую это может быть даже не письмо, а сразу некий штраф, потому что, ну, в данном случае 100 тысяч рублей, потому что у нас достаточно четко ограничены сроки предоставления уведомления о контролируемых иностранных компаниях и любая задержка – это те же самые 100 тысяч рублей. То есть эта внутренняя автоматизация процесса внутри налоговых органов, она работает. И практика общения с налоговыми инспекторами, она как раз говорит о том, что они опираются на свою внутреннюю систему контроля, можно сказать. Поэтому с каждым годом я бы сказал, что ужесточение и вот систематизация всех этих процессов, она будет продолжаться. То есть у нас некоторое время назад была налоговая амнистия всем россиянам, у которых были там контролируемые иностранные компании, лично еще о которых не уведомляли. У них была возможность выйти в белую зону, по сути, рассказать обо всем налоговым органам. И теперь задача налоговых органов все это систематизировать и в том числе приучить налогоплательщиков к тому, чтобы они систематически и без каких-либо там задержек, оплошности, в полной мере предоставляли все необходимые документы. То есть сейчас российские налоговые органы, они хотят как можно большую прозрачность части задекларированных вами иностранных активов. Будь это личные счета или контролируемые иностранные компании, о которых мы сейчас в первую очередь говорим. Кроме того, есть такая тенденция, она не очень приятная. Я заметил, что вместо того, чтобы разбираться с какими-то вопросами, налоговые органы зачастую выставляют требования, не требования даже, они в личном кабинете выставляют до начисления налога. У меня, например, такая была ситуация по компании, у которой прибыль превышает лимит, но компания активная. Причем ежегодно подавались документы с финансовой отчетностью, комментариями, где четко видно, что компания активная. А тут в какой-то год появляется в личном кабинете налогоплательщика до начисления налога на 13% от всей суммы нераспределенной прибыли компании. И после созвона с налоговым инспектором выясняется, что ну а вы докажите, пожалуйста, что компания неактивная, иначе вот будьте добры, 13%. То есть они скорее так, знаете, теперь их иногда последовательность действий такая, что вот мы доначислили налог, а вы будьте добры, докажите обратно, если это не так. Поэтому с одной стороны, ужесточает и становится более прозрачная система, с другой стороны, есть такое ощущение, что более жесткими становятся требования от налоговых органов. Понятно, что есть определенная заинтересованность в повышении налоговой нагрузки. Напомню, по тем же контролируемым иностранным компаниям доказанный факт, что всего несколько миллиардов в год это налоговые поступления именно по контролируемым иностранным компаниям, причем достаточно большой процент от этой суммы, это иностранные структуры господина Лисина, поэтому хотят все вывести в белую зону и сделать эту ситуацию более массовой. В связи с этим не так давно был принят закон, который предложил некий фиксированный налог на прибыль контролируемой иностранной компании в виде 5 миллионов. Что это с законом? Как он будет работать? То есть начать стоит с того, что у налогоплательщика в любом случае есть возможность выбрать, по какому пути идти, либо продолжать в текущем варианте отчитываться по цене контролируемой иностранной компании, либо перейти на этот самый фиксированный налог. И чтобы принять решение, кому это будет выгодно, кому нет, мы ниже, наверное, обсудим все эти моменты. То есть это не обязательство, скажем, это в любом случае выбор налогоплательщика. Причем этот фиксированный налог, он распространяется на все контролируемые иностранные компании, которыми владеет российский резидент. То есть если, скажем, 10, 15, 20, неважно, компаний, сумма все равно будет фиксирована в размере 5 миллионов рублей. При этом выбрав этот вариант с фиксированным налогом, к нему не так просто будет вернуться, точнее, вернуться к аналогичному варианту, к первому варианту, когда сделать все как раньше. У нас не будет возможности в течение 3-5 лет, в зависимости от обстоятельств. То есть здесь важно принимать решение, потому что оно будет перспективно на ближайшие несколько лет. При этом важно понимать, что помимо этого закона о фиксированном налоге изменятся требования и к владельцам КИК, которые будут отчитываться так, как это нужно было делать раньше. То есть будут уже сочинены требования. Будут требовать ежегодно документы, подтверждающие освобождение от прибыли этой иностранной компании. Это если компания активна, если определенные виды деятельности и так далее. Также будут ежегодно обязательно уже требовать финансовую отчетность. Были такие случаи, когда клиенты отчитывались о своей иностранной компании, при этом даже не прикладывая и не предоставляя саму финансовую отчетность. Хотя при этом стоит сказать, что с большой долей вероятности, часто очень, эту информацию налоговый орган дозапрошил. Так что с 2020 года, в данном случае текущий год, фиксированный налог на КИК, он будет действовать уже с этого года. То есть по итогам этого года можно выбрать этот самый вариант, подав уведомление в налоговый орган до 1 февраля следующего года. И уже с окончания этого года обязательно будет предоставлять вместе с уведомлением о КИК ежегодном, которое, кстати говоря, теперь перенесли на 30 апреля. Обязательно нужно будет предоставлять саму финансовую отчетность или предоставлять подтверждение того, почему компания освобождается от прибыли. Описывать причину, расчеты, предоставлять соответствующий документ. Помимо этого, ужесточают штрафы за непредоставление отчетности. Штраф теперь составит 500 тысяч рублей. И такой же штраф будет за неподачу или просрочку подачи уведомления о контролируемой иностранной компании. Я напомню, многие, наверное, сталкивались с такой ситуацией, что по каким-то причинам либо задержка произошла в подаче уведомления о контролируемых иностранных компаниях, либо кто-то пропустил просто этот момент. И многие говорили, что довольно крупные штрафы на самом деле. 100 тысяч рублей за каждую компанию. Для небольших относительно компаний она довольно существенная и весомая может быть. На практике, конечно, удавалось. Иногда скатить этот штраф на 50%, написав соответствующее заявление о том, что мы добросовестные налогопотребщики и впервые пропускаем подачу данных документов. Мы берем на себя обязательство в будущем этого не делать. Но, тем не менее, для некоторых клиентов даже штраф в 100 тысяч за каждую компанию, особенно если их несколько, было довольно существенно. Теперь штраф выросли в до 500. Более того, теперь есть возможность по отдельному требованию, когда налоговые органы запрашивают документы у вас, и вы не предоставляете, теперь этот штраф будет составлять 1 миллион рублей, что, в принципе, является еще более крупным штрафом. Поэтому налоговые органы нас подводят к тому, что с контролируемыми иностранными компаниями нужно выработать систематический уход. Обязательно в сроки подавать все необходимые документы, заранее их собирать. И ни в коем случае, чтобы не было никаких просрочек, и в любом случае отрабатывать любые вопросы оперативно, которые поступают от налоговых органов. В чем есть нюанс в этом новом фиксированном налоге? Понятно, что в итоге он будет выгоден для крупных налогоплательщиков, у которых может быть несколько иностранных компаний, и они генерят достаточно большую прибыль, нераспределенную. И это может быть большой экономией, фиксированный налог в 5 миллионов рублей. Но для небольших налогоплательщиков это может быть абсолютно неинтересным переход на фиксированный налог, и это не имеет на самом деле никакого смысла. Но есть еще один важный нюанс, о котором стоит поговорить. Это отсутствие взаимозачета этого самого фиксированного налога и выплаты дивидендов. То есть если налогоплательщик перешел на этот вариант фиксированного налога, платит 5 миллионов рублей и затем распределяет себе дивиденды. И законодательство не предусматривает взаимозачета между этими двумя суммами. Как раньше, если бы больше 10 миллионов рублей был уплачен налог с нераспределенной прибыли, затем были распределены дивиденды, то эти две суммы взаимночитались бы друг из друга, и не было никакого двойного налогообложения. В данном случае с фиксированным налогом такой ситуации не будет. Поэтому если мы в общем будем говорить об этой ситуации, о новом налоге, то это действительно будет большим благом для крупных налогоплательщиков, которые имеют значительные суммы прибыли, и особенно если они их не распределяют в дальнейшем в виде дивидендов. В данном случае есть даже конкретная сумма расчета. Эта сумма налога в 5 миллионов рублей, она соответствует нераспределенной прибыли компании в 34 миллиона. Поэтому если компания генерирует прибыль выше 34 миллионов, и для нее, возможно, будет выгодно перейти на этот самый фиксированный налог. Для относительно небольших налогоплательщиков проще остаться в старом формате, но тем не менее нужно быть готовым к тому, что будут ужесточены требования с точки зрения российских налоговых органов по предоставлению финансовой отчетности, по предоставлению документов, подтверждающих освобождение налогообложения. То есть это все теперь нужно будет предоставлять сразу вместе с ежегодным уведомлением о контролируемых иностранных компаниях. Поэтому в данном случае действительно новый закон, он выгоден для крупных налогоплательщиков. А опасаться внедрения данного закона для остальных налогоплательщиков не стоит. Нужно просто быть готовым к тому, чтобы заранее собирать необходимые документы и предоставлять их одним готовым комплектом в российский налоговый орган. Наверное, на этом кратенько все. Давайте я посмотрю сейчас вопросы, которые есть. Давай, может быть, Алексей, я тебе зачитаю, может быть, проще будет. Меняется ли режим налогообложения к пассивным доходам в зависимости от юрисдикции? Кипр, Нидерланды, Виргинские острова. Есть отличие какой-нибудь? Компания пассивная. Есть ли отличие в налогообложении в зависимости от юрисдикции? Либо для компании любой юрисдикции пассивной будет одно и то же по налогу? Нет, но у нас в данном случае законодательство, оно применимо ко всем юрисдикциям, оно идентично. То есть у нас подход абсолютно идентичный будет. Вопрос, от чего зависит срок ограничения периода, 3 или 5 лет, вкратце. Какие критерии? Когда 3 года? Да, сейчас я вам скажу. Секунду. Это будет зависеть от срока, когда будет подано это уведомление о переходе на новый режим. В общем случае это будет 5 лет. Если уведомление о переходе будет предоставлено в этом году или следующем, то это будет переводом. То есть будет такой early bird discount, кто первым пришел, там будет года, да? Есть вопрос, ты в общем уже говорил, 5 миллионов рублей. Это за один кик или за все? За все кики? По одному владельцу? Ну это еще вопрос Владимира. Думаешь ли ты, что будет так или иначе подталкивать переход на этот режим всех? Я думаю, что нет. Я тоже думаю, что нет, потому что практика показывает, что большая часть владельцев кик, они на самом деле меньше, чем указанный порог. Поэтому подталкивать, думаю, что не будут. Хорошо. Еще, может быть, маленькое добавление к Алексею, да, то, с чем мы столкнулись в этом году. Если три года уже, так сказать, люди отчитываются по кик, с 17-го года, да, и обычно не было вопросов. В прошлом году появились вопросы при сдаче декларации, а в этом году появились вопросы по старым декларациям по кик, да, по старым заявлениям. Приглашают старушек, которые через компанию владеют недвижимостью, не знаю, там Болгария или Гет, да, просят предъявить документацию по этим кик, эти бедные старушки. Ну понятно, что они там вообще ничего не понимают, да, возникает. А времени дается, на самом деле, смотрите, по кик там 30 дней на отчет, но когда уточнение по декларациям, там всего 5 дней, а вы должны через 5 дней ответить, в повестке пишут, приходите лично, можно не приходить, можно все через личный кабинет делать, да. Вот, тем не менее, явно в этом году повышается активность, немножко набрали информацию, разобрались. Вот, нужно готовиться к тому, как правильно сказал Алексей, все компании будут в той или иной степени проверяться, готовьте заранее отчетность. Потому что аудированную отчетность подготовить, особенно в сезон, когда все аудиторы заняты, и дорого, и долго, да, несколько месяцев. Вы еще, ну, просто не найдете, сказать, свободного человека с лицензией, который может вам такую отчетность сделать. Вот, еще тоже замечание по поводу автообмена, о котором мы сегодня не говорили, но хотел бы провести аналогию. Смотрите, с киком произошло что? Три года набирали информацию и готовились, да, и в этом году начали задавать дополнительные вопросы. Я думаю, та же история с автообменом. Он уже третий год в этом году будет в России получать информацию, да, ее пока налоговые органы обрабатывают. Вот, Дмитрий Волич недавно выступал, говорил, что 85% информации автоматически обрабатываются, только 15% вручную. Тем не менее, как только все обработают, вот, тоже будут задавать вопросы по этим зарубежным счетам иностранных компаний и физических лиц, да. Там более 700 тысяч счетов в обработке находятся. Это огромное сумма, огромное количество, да. С этим как-то надо работать. Вот, я думаю, что со следующего года начнутся вопросы к налогоплательщикам по рамках автоматического обмена. И вот, и тоже хорошее замечание по поводу личного кабинета. Заведите себе личный кабинет. По крайней мере, по автоматическому обмену налоговые органы будут туда отправлять вам запросы. И если вы их не увидите, это будет ваша проблема, да. К сожалению, в налоговом законодательстве нет презумпции невиновности, есть презумпция виновности, наоборот, да. Вы должны доказать, что не должны получить налог. Вот, поэтому, в общем, за всем нужно, обо всем нужно думать и за всем нужно следить. Алексей, спасибо, я тогда отвечу на, в обратном вопросе. Прошу прощения, в исполнение к вопросу пришло Алексея. Алексей, чуть-чуть еще там, ты не видишь, видимо, час. Значит, смотри, там... В чем выгода, если налог за честь нельзя, а штрафы за несовременную подачу остаются и при новом режиме? Нет, при новом нет штрафов. Нет, штрафы за несовременную подачу. Штрафы, они всегда как бы были, и их просто сделали крупнее. А выгода на самом деле, суть на самом деле всего этого закона, что выгода для крупных налогоплательщиков. То есть, тут просто нужно рассчитать эффективную налоговую нагрузку, чтобы понять, есть ли смысл переходить на новый режим. Я бы хотел уточнить, в новом режиме отчетности нет, поэтому и штрафа за непредоставление отчетности нет. Вы просто заявляете, что у вас готовы платить 5 миллионов, вы больше не отчитываетесь. Больше ничего делать не нужно, вы просто платите фиксированный налог. Не мучаетесь подготовкой отчетности, соответствующих документов и так далее. То есть, это такой фиксированный налог, чтобы освободить себя от всех проблем каких-то. Да, Екатерина, да, по автообмену совершенно точно в личном кабинете. Прямо было заявлено с высокой трибуны заместителем руководителей ФНС. Может быть, кому-то пришлют и по почте, но могут и не прислать. Если вы не получите по почте, это никак вас не освобождает от того, что вы должны ответить вовремя. Поэтому надо как-то интересоваться. Я бы один вопрос, там ты пропустил даже два. То есть, по существующему режиму КИК, то есть старому, там отчитываются и штрафы приходят по каждой компании или консолидируется в лицо владеющих всеми этими компаниями? По физическому лицу, но штраф приходит за каждую компанию. То есть, все вместе приходят одному физическому лицу. Более того, я хочу даже сказать, Володь, что они приходят в разное время. Я видел такие случаи, когда приходят по одной компании, потом через два месяца по другой, через три месяца по третью. То есть, в порядке разбора, какая там есть своя внутренняя механика, работа с этими документами, ранее поданными. И вот есть случаи, когда по какой-то компании смешной пришли, а по несмешной не пришли. И человек думает, ну хорошо, проскочили. На самом деле, такое успокоение опасное. Окей. И еще один вопрос, Алексей, к тебе. Там вот по вопросу с пассивными доходами и разными юрисдикциями имелось в виду наличие соглашения об избежании двойного налоговложения. Там, например, Кипр или Нидерланды. Как вот это соглашение вмешивается вот в механику расчета налога по Кипре? Фиксировано. Фиксировано в данном случае. Ну и того и другого мы же можем выбрать на сегодняшний день. Вот начислили, например, заработала пассивная компания прибыль, миллион долларов. Она не распределена, она там находится в отчетности компании. Но при этом сама компания, например, находится в Нидерландах. И правила работы с Россией там устанавливают, что при распределении дохода там будет удержан нестандартный налог 15%, а пониженный налог 5%. А сейчас, пока налог не распределен, вменяется, может быть, какая-то стандартная личина. Вот как здесь с цифрами правильно обходиться? Ну, в старом случае, если в старом формате отчитываться, то в любом случае, безусловно, есть взаимозачет налога, то есть никакого двойного налогоблажения не будет. В случае, если мы переходим на фиксированный налог на КИК... Секунду, давайте подумаем. Да, я, наверное, поясню, что имеет в виду Алексей. То есть, допустим, если налог по соглашению пониженный, установлен в Кипре или в Нидерландах, например, 5%, в России все равно платится 13%. То есть, если там 5% удержан, здесь доплачивается сколько? 8%. Если там налог не удержан, здесь платятся все 13%. Если там удержан налог 15%, а здесь надо платить 13%, то здесь вообще ничего не платится в этом случае. Ну да, да. В этом смысле налогоблажение доходов в части прибыли КИК, как обычные доходы из-за рубежа трактуются. Просто распределяются эти налоги между стороной происхождения дохода и стороной резидентства получателя этого дохода. И получается суммарная ставка максимальная из этих двух. В случае перехода на фиксированный налог, на самом деле, вычетов никаких, в том числе, даже если налог уплачен за рубежом, не будет. Это вот аналогичная ситуация с распределением дивидендов. То есть, по сути, это такой фиксированный налог в России, который ни с чем не взаимозащитывается. Ну, Алексей, честно говоря, не уверен. Практики, правда, нет, но я предполагаю, что до момента получения распределения прибыли, да, но когда вы захотите получать дивиденды, вы же с какой-то конкретной стороны их будете получать, значит, там они будут обложены налогом. Поэтому эту часть налога в России выплачивать не будете. То есть, на 5 миллионов не влияет... Человек выбрал фиксированный налог в России. Нет, на 5 миллионов это никак не влияет. Вы платите 5 миллионов, здесь мы отместим регистрацию компания. Но когда вы начинаете потом дивиденды получать, и вы в этот счастливый момент оказались в России, то вы в России можете пользоваться соглашением об избежании. Если из этих дивидендов уже уплачен налог по месту происхождения, вы здесь будете доплачивать, а не доплачивать. А, нет, безусловно, да. Но на эти 5 миллионов фиксированный налог, это никак не повлияет. И тут даже как бы некоторая стратегия такая с 5 миллионами мечается уже, так же, как все время вообще с киками. Накапливаем, накапливаем, накапливаем. Когда собираемся получать, взяли и выехали. И там получили. Но предполагаю, законодатель пойдет дальше и введет налог на выход из юрисдикции. Это прямо ожидаемо. Поэтому с накоплением тоже аккуратно нужно быть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!